Салон Мари Шансон, выпуск 1. Безруков. Кстати, мне очень нравится, как он декламирует стихи. Корреспондент. Почему салон Мари Шансон? Отвечаю. Рифмуется красиво. Шансон и салон, а также патиссон, крюшон, мендельсон, капюшон, филетон, плаксон, гарсон, батон, бутон, бизон, Наполеон, ООН, Рубикон, Робинсон и так далее. Коломон. Нужно отметить важную деталь. Однажды я уже была хозяйкой Медной горы, взяла рубрику в журнале «Моменты», главный редактор Юрий Михайлович Роззиковицкий. Женский салон Мари Шансон называлась рубрика. И мне вот захотелось что-то в этом духе. Опять повториться. Корреспондент. Почему именно салон? Почему ни кафе, ни клуб? Отвечаю. Салон это на французский лад. Мне всегда хотелось открыть свое дело. Сначала я мечтала о собственном магазинчике, где всю неделю торгуют различными раритетными вещами. По субботам проходят музыкально-литературные вечера, куда приглашаются современные писатели, поэты, художники, музыканты. Потом я думала открыть астрологическую практику с психологическим уклоном. Затем гадательный салон. Это такой маленький уютный домик с надписью на крыше. Например, Мария Ленорман. Вообще, если говорить о Марии, она родилась с рожденными дефектами. Одна нога короче другой. Плечи перекошены. Госпожа Ленорман открыла впоследствии гадательный салон, и к ней стали приходить достаточно известные люди. Мне кажется, во мне это с детства. Очень люблю толкаться среди гениев. Люблю все неожиданное и неординарное. Вот, казалось бы, Виталий Кричко. Спортсмен. А мне известно, какой это тяжелый физический труд. Даже книжку прочесть некогда. Вопрос ко всем слушателям. Как Виталий Кричко смог прорваться к микрофону? Я говорю обрывно к микрофону. Имеется в виду к власти. У микрофона полагается четко и ясно излагать свои мысли и удивлять своим красноречием, ораторским искусством. Господин Кричко, конечно, удивляет, но он не служит искусству красноречия. Он служит другим богиням, харитам. Сложно сдерживаться политикам и журналистам, когда они давятся от смеха. Но их работа в этом и заключается, как говорят. Не терять лицо, тогда как другие покатываются от смеха, они с серьезным видом продолжают слушать Виталия. Ведь политика – дело серьезное. Еще одна причина названия программы «Салон Мари Шансон» – французское имя. Мое имя при рождении – Анжелика. Родители страшной киноманы не пропускают ни одной новинки кинематографа. И когда в 1971 году во всех кинотеатрах шла Анжелика, родители буквально в один голос решили назвать своего первенца Анжеликой. Мальчик или девочка – все равно. И вот с рождения меня постоянно тянет к французским духам, французской моде, французским песням, французским женщинам. В хорошем смысле этого слова тянет. Да, и вот еще одна персона, заслуживающая нашего с вами внимания – Катерин де Ливон, придворная Екатерины Медичи. Первый салон в современном понимании был создан именно ею. Это была образованная девушка, знавшая итальянский, французский, испанский язык и хорошо знакомая с литературным наследием Европы. Выйдя замуж за маркиза де Рамбуе, она поселилась в его особняке недалеко от Лувра. Катерин так же, как и Мария, отличалась хрупкостью тела и слабостью здоровья. Бывать при дворе и вести полноценную светскую жизнь мадам была не в состоянии, поэтому частица светского общества была перенесена в ее особняк. Что же касается меня, в последнее время я не люблю выходить в так называемый свет, в народ, поэтому идея музыкально-литературного канала как нельзя лучше вписывается в мой образ жизни затворника и аскета. Корреспондент, какие у вас планы, цели и задачи? Отвечаю. Во-первых, я редко могу быть смешной, редко могу рассмешить толпу, хотя одно время была Тамадоя. Особенно трезвую толпу, но очень люблю посмеяться. Уважаю людей с чувством юмора. Ургант, Хазанов, Задорнов, Максим Галкин, Фаина Раневская, фаворитка моя, Галустян. Есть люди, которые готовятся шутить и заучивают целые монологи, а есть люди, которые шутят спонтанно, например, тот же Кричко. Самая веселая шутка, это когда ее говорят на полном серьезе. Так обычно шутит Виталий. У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров. Или о Собчак Ксении. Кто-то сказал, Ксения не плясать, не петь не умеет, она умеет только говорить. Отвечаю на ваш вопрос цели и задачи. Если заглянуть в историю создания салона, то можно понять, кому и зачем все это нужно. Зачастую хозяйками салонов становились вдовы, например, мадам Жофрэ, либо незамужние девы, мадемуазель де Скюдери. Я ни то, ни другое, что-то среднее, что-то между. Такие женщины обладали достаточным богатством, я же не богата и благородным происхождением. Мое происхождение уточняется, что, безусловно, сказывалось на репутации салона. Дамы обдумывали тему для беседы на определенный вечер и в соответствии с ней подбирали гостей. Дискуссии шли часто по узкой теме и велись они лишь ограниченным количеством участников. В салоны приглашались люди творческих профессий, где они знакомили советское общество со своими новыми, только что написанными сочинениями. Салоны часто были пристанищем для инакомыслящих философов того времени. Так гостями французских салонов были Вольтер, Юм, Лок, Ламбер. Часто именитые философы и поэты сознательно шли в салон, чтобы получить оценку своего произведения, и только затем представляли его на суд широкой публике. Сегодня, в первом выпуске нашей программы «Салон Мари Шансон» я прочту свое любимое стихотворение «Твой дом». Автор стихотворения была Ахмадулина. Твой дом, не ведая беды, меня встречал и в щеку чмокал. Как будто рыба из воды, сервис выглядывал из стекол. И пес выскакивал ко мне, как галка, маленький, орущий, и в бессощитном всеоружье торчали кактусы в окне. От неурядок всей земли я шла озябшим делегатом, и дом смотрел в глаза мои, и добрым был, и деликатным. На голову мою стыда он не навлек, себя не выдал. Дом клялся мне, что никогда он этой женщины не видел. Он говорил, я пусть, я пусть, я говорила, где-то, где-то. Он говорил, пусть, и пусть, входи и позабудь про это. О, как боялась я сперва платка или иной приметы. Моду он твердил свои слова, перетасовывал предметы. Он заметал ее следы. О, как он притворился ловко, что здесь не падало слезы, не облокачивалось локтем. Как будто тщательный прибой смыл все. И туфель от печатки, и тот пустующий прибор, и пуговицу от перчатки. Все сговорились. Пес забыл, с кем он играл, и гвоздик малый не ведал, кто его забил. И мне давал ответ туманный. Так были зеркала пусты, как будто выпал снег из стая. Припомнить не могли цветы, кто их в стакан граненый ставил. О дом чужой, о милый дом, прощай, прошу тебя о малом. Не будь так добр, не будь так добр, не утешай меня о малом.